С каждым годом на мемориале воинской славы все меньше свидетелей той страшной войны. Теперь вспомнить поименно бесстрашных защитников приходят чаще дети и внуки ветеранов. Малыши восторженно разглядывают блестящие медали и готовы хоть сейчас поздравлять каждого из них. Пушки грохочут, пояс вистят, ранен осколком снаряда солдат. Шепчет сестричка, давай поддержу, храну твою я перевяжу. Алые букеты в небе расцветают, и шелками света лепестки сверкают. Вспыхивают астры голубыми, красными, синими, лиловыми, каждый раз все новыми. Для ветерана Виталия Толстого самыми яркими событиями за всю войну стала оборона Москвы. В свои 16 он смело примкнул к рядам защитников. Заходя в госпиталь, видел, как столько раненых, столько ждущих операций, и многие умирали. А 15 октября немецкие войска прорвали оборону на Можайском направлении. Нынешнее поколение должно помнить свою историю, и они будут рассказывать ее, пока есть силы. Я с большим удовольствием поздравляю всех наших людей, весь наш народ с великим подвигом нашего советского народа. Еще одна минута у вечного огня, возложение гирлянды памяти и вытянувшейся в струну ветераны. Они прошли дорогами войны и знают цену победы. Дорогие моряки, дорогие телезрители, мы сейчас стоим на скорбящем кладбище. И я от всей души поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здоровья вам, счастья, семь футов под Килим. Горько, печально было, что мы дети, не видели детства, у нас не было детства. Война, голод, холод, бомбежка, мои глаза. Нарвесим примерно, в бомбич бежали. Парень шел тоже вместе с мамой, осколок, голод рубил мои глаза. Александру Андреяшину было всего семь, когда вместе с семьей их заперли в блокадном Ленинграде. Половина семьи погибла. Он до сих пор помнит, как тонули на ладоге машины, как полумертвые люди боролись за победу. Всех ветеранов, всех блокадников поздравляем с большим праздником, который это праздник. В большом мире мы помним этот праздник, особенно для русского человека и большой победы. С днем Победы!